Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и в этом видео я хочу показать вам одну из ранних партий Гая Каспарова, в котором еще совсем юный Гая уже продемонстрировал свое знаменитое тактическое зрение и чувство динамики. Итак, 1976 год. 13-летний Каспаров играет против 18-летнего Самбата Лапутяна из Армении. Конечно, в таком возрасте разница в 5 лет представляется себе большим гандикапом, кроме того, армянский шахматист руководил белыми фигурами и не нужно дополнительно пояснять, что именно он считался фаворитом в этой встрече. Итак, Лапутян играет белыми, начинает ходом Д2-Д4 и Каспаров поменяет свою коронную в староиндийскую защиту. Белые же разыгрывают модное в то время продолжение этой системы Земеша. Каспаров пока выводит коня и делает ход А6, пытается экономить на рокировке для того, чтобы провести атаку на ферзевом фланге путем Б7-Б5. В этой позиции белые обычно предпочитают ходы, которые связаны с развитием фигур. Это либо выйти конем на поле Е2, либо выйти слоном на поле Д3, либо сделать длинную рокировку. Однако Лапутяна решил тоже пока задержаться с развитием, а не медленно начать движение на ферзевом фланге. Он играет ладья Б1 и после короткой рокировки Б2-Б4, захватывая пространство на левом участке доски. Каспаров бьет по центру ходом Е5, белые закрывают центр и черный конь просачивается на поле Д4. Конечно же это не жертва пешки, если прямо сейчас побить на Д4, последует взятие пешкой и взятие ферзевом просто плохо из-за тактического удара. Конь бьет Е4, вскрывая диагональ для слона, ну а на взятие ферзевом на поле Е4 можно побить коня с шахом, а можно сыграть ладья Е8, выигрывая ферзя на связке и побеждая в партии. Поэтому коня на Д4 Сумбат не берет, вместо этого он выводит коня на Е2, продолжая развитие и как будто бы выгоняя черного коня с центральной клетки. Каспаров подкрепляет коня ходом С7-С5, белые забирают на проходе, ну и в этой позиции современные гроссмейстеры наверняка рассмотрели бы взятие конем, уводя коня в безопасную зону и получая в принципе примерно равную позицию с хорошей динамикой. Однако Каспаров в то время играл максимально принципиально, и он жертвует пешку, забирая на С6 пешкой и отставляя коня под боем. Ну что ж, Лапутян принимает вызов, он забирает на Д4, взятие, взятие слоном, и здесь Каспаров просто делает ход ладья Е8, устанавливая свою ладью напротив белого короля. Невооруженным глазом видно, что белые отстают в развитии. Да, они выиграли пешку, у них сильный пешечный центр, однако черные готовы провести контрудар путем Д6-Д5, и белый король на поле Е1 нуждается в немедленной эвакуации из центра. Лапутян играет слон Е2. Этот ход типичен для страны индийской защиты и выглядит абсолютно логично, ведь слон перегораживает линию Е, защищая короля от шаха и готовится короткая рокировка, но конкретно в этой ситуации ход оказывается с серьезной неточностью. Намного сильнее было бы сыграть слон Д3, лишний раз защищая пешку Е4. Казалось бы, у черных на это есть типичный контрудар Д6-Д5, однако после взятия на Д5 белые закрывают позицию продвижением пешки, защищают свою пешку на Е5, черные, конечно, пытаются эту пешку подорвать, и здесь следует короткая рокировка. Черные забирают пешку на Е5, но и вот в этой позиции кажется, что черные решили все свои дебютные проблемы, вскрыли с выгодой центр и прекрасно чувствуют себя в динамике, однако выясняется, что конкретная особенность позиции позволяет здесь белым играть на победу, а именно есть ход слон А7, нападая на ладью. В чем идея этого хода? Ладья отступает из-под боя, атакует слона, и здесь неожиданно следует второй удар слоном, слон бьет Ж6, забирая пешку, и попутно грозя побить центральную пешку с двойным ударом на короля и на ладью. Ну что ж, ладья вынуждены отступить из-под удара, попутно забирая слона, и вот тогда белые успевают забрать ладью на Е8 и пешку на поле Д5. И возникает ситуация, при которой у белых ладья и две пешки против двух слонов, но все-таки в этой позиции ладья оказывается посильнее, две пешки это достаточно серьезный гандикап, черные фигуры пока не могут обойти какую-то динамику, и белые могут рассчитывать на небольшой перевес в этом варианте. Так что ход слон Д3 действительно был сильнейшим продолжением, но Лпутян, видимо, особо долго не думал и выводит слона на поле Е2. Этот ход полностью оправдывается в том случае, если черные проводят аналогичную идею, то есть играют пешкой на Д5. Теперь уже белые могут побить пешкой Ем, и на взятие задвинуть пешку на Ц5, после чего они получают стратегически выигранную позицию. У черных изолированная пешка на Д5, белые надежно блокируют ее на поле Д4, ну а на ферзевом фланге три связанные пешки белых противостоят одной пешке черных, что должно рано или поздно привести к образованию связанных проходных и довольно простому выигрышу. Так что продвижение пешки на Д5 при такой расстановке не годится, но Каспаров находит другой способ обостоить игру. Он играет С6, С5, все-таки подрывая белый центр, белые забирают пешкой на С5, и в этот момент Галя наносит роковой удар. Конь бьет Е4, прямо в самом защищенном пункте конь приносит себя в жертву, пользуясь тем, что белая лошадка на поле С3 перегружена защитой собственной ладьи и не может отступить для того, чтобы забрать центральную пешку. Остается только взятие пешкой, но теперь ферзь H4 шах и вновь перед белыми неприятный выбор. Сразу скажу, что в этой позиции белые не обязаны были проигрывать. Самым надежным было бы закрыто слоном на поле F2, но в этом случае черные забирают коня на поле С3, и на взятие на H4 сначала забирают ладью с шахом, потом забирают ферзя и переходят в следующий эншпиль, где, конечно, чисто формально у черных небольшой перевес за счет лучшей пешечной структуры, но объективно белые еще могут держать равенство, и, видимо, Лапутян аккуратной игрой свел бы эту партию в ничью. Однако Сумбат подумал, что его молодой соперник просчитался, и вместо того, чтобы закрываться слоном, он делает принципиальный ход G2-G3, нападая на ферзя пешкой. Ну что ж, взятие ладьи на поле B1 с шахом, теперь в случае взятия конем следует ферзь бьет Е4, с двойным, даже тройным ударом на коня ладью и белого слона, что никак нельзя допустить. Однако Лапутян рассчитал это продолжение, и делает ход король F2, просто отступая королем из-под шаха, и выясняется, что в этой позиции у черных под боем ферзь, и под боем ладья на поле B1. Кажется, что черным вровень сдаться, ведь у них нет ни одного шаха, поле F6 контролируется слоном, шаха с этого поля невозможно, ферзь должен отступать из-под боя, после чего белые спокойно забирают ладью и остаются с лишней фигурой. Однако молодой Каспаров просчитал буквально на один ход дальше, и быстро делает ход ладья B2, уводя ладью из-под боя на другую клеточку, тоже под бой, и контр-атакуя белого ферзя. Беда в том, что ферзь теперь тоже перегружен обязанностями. Если побить эту ладью, то следует взятие на D4 с шахом, король вынужден отступить, потом взятие на C3 тоже с шахом, и венчает эту комбинацию, ферзь бьет Е4, с двойным ударом на ладью и на белого слона. Так что невозможно забирать ладью, и Самбат, конечно, схватился за голову в этой позиции. Долго раздумывая над позицией, он нашел способ, как не проиграть здесь немедленно. Побил ферзя на H4, взятие на D2, размен на поле G7, и ход король Е3, нападая на ладью. Теперь, если черные пытаются сохранить лишнее качество, то есть играют, например, ладья B2, то после взятия на D6, уже у белых перевес, за счет двух связанных далеко продвинутых проходных пешек. Поэтому Каспаров рассчитал и это продолжение, и играет ладья C2, нападая на коня, и после хода король D3, вынужден отдать качество обратно, взятие на C3, взятие королем, и взятие на C5. Ну что ж, Гарри Каспаров провел очень красочную комбинацию, и в итоге все пришло к Эншпилю, с равным количеством материала на доске. Казалось бы, плачевный итог, но на самом деле, черные имеют здесь значительный перевес, за счет неудачного позиции белых пешек. Все белые пешки слабы, расположены на полях цвета собственного слона, ну и прямо сейчас грозит взятие пешки на Е4. Лапутян защищает пешку слоном. Следует ход слом B7, продолжая атаковать пешку. Лапутян продолжает защищать ее ладьей, и здесь ладья Е5. Очень сильный многоплановый ход. Во-первых, черные блокируют белую пешку на поле Е4, при случае готова выиграть ее путем F7, F5, и во-вторых, ладья готова переключиться к атаке пешек королевского фланга. Ну что ж, в этой позиции, например, если сыграть ладья Е2, защищая ладью слоном, и на ход F5 готовя взятие просто на F5, тогда черные уже перебрасывают ладью на H5, атакуют эти пешки, ну и на ход Е5 очень сильно перевести слона на поле Е6. Центральная пешка блокируется, пешка H4 проигрывается, и в итоге черные получают выигранную позицию. Лапутян пытается получить контр-игру на стерзевом фланге. Он играет А4, черные толкают пешку на F5, и ладья B1 активизирует армянский гроссмейстер свою ладью, черные забирают на Е4, и ладья B6 пытается Смбат создать собственную проходную. Каспаров начинает толкать пешку F, взятие на A6, пешка F несется в ферзи, и слон F1 блокирует по Калапутян проходную пешку черных. Черные уступают дорогу ладье, ладья A7 шах, король отступает, и король D2 пытаются белые приблизиться к королем к проходной пешке, однако проходная пока идет вперед, и король надежно отрезан черной ладьей. Слон Е2 не позволяет черной ладье встать на поле Е1 и протолкнуть пешку в ферзи, но теперь Гаспаров использует прием отвлечения. Слон G4, подставляя слона под бой, и пытаясь отвлечь белого слона. Белый слон отступает на поле D3, и все-таки черная ладья пробирается на Е1, готовя водрузить свою пешку в ферзи. Черный становится ладью, белый становится ладью сзади, продолжая контролировать поле превращения, однако здесь следует перекрытие ходом слон F5, и грозит просто превращение пешки. Лапутян толкает собственную проходную, черные забирают на D3, взятие на F2, чтобы пешка не проскочила в ферзи, и здесь очень важный ход ладья F1, контратакуя белую ладью, и тем самым сохраняя лишнюю фигуру. И вот только после этого хода Лапутян поизнал свое поражение. Красивейшая партия Гая Каспарова, сыгранная им в 13 лет, в которой Каспаров играл буквально как шахматный движок, и не совершил ни одной ошибки. Тонкое чувство динамики, и очень острое тактическое зрение, помогло ему обыграть соперника, который его намного старше и опытнее, и добиться красивейшей победы, которой мы до сих пор восхищаемся. Кому понравился обзор, не забывайте ставить ваши лайки и подписываться на канал. А с вами был Евгений Шувалов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова